МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, здравствуйте, дорогие друзья. С Новым годом, с наступившим же Новым годом. Я Анатолий Семенов. Как всегда, в это время в эфире программа «Город С». Крайне важный для меня сегодня сюжет, потому что он не сюжет, вернее, даже эфир, где будет много сюжетов. С человеком, которого я знаю уже несколько десятков лет, и с которым мы познакомились здесь, на Волге у нас. Но потом нас жизнь разбросала. И это во мне сидело, и эта дружба, она никуда не делась. И вот через много лет опять это оказалось на поверхности. Актуально очень мы сейчас с ним общаемся. В театре, вне театра, около театра. И так, дамы и господа, не буду дальше, так сказать, продолжать эту интригу. Представляю вам сегодняшнего моего гостя. Это заслуженный работник культуры Российской Федерации. Актер Самарского муниципального театра драмы «Камерная сцена». Режиссер-постановщик знаменитого нашего Волжского народного хора имени Милославова Владислав Метелица. Здравствуй, Владислав. Здравствуй, Толя. Влад, я тебя буду звать. Влад по нашему, по внутреннему распорядку, что ли. Ну, я тебя поздравляю с недавним твоим юбилеем. Спасибо. Совсем недавно было самое, собственно, торжество. Я показываю вещдоки, приглашение. Там было много хороших друзей, людей, поздравлявших сегодняшнего моего гостя. И ты показал, значит, свою работу «Овраг собачьей жизни» в одном действии. Это твои питомцы, это твои ученики, то есть это твоя педагогическая уже составляющая. Плюс к тому, о чем я уже сказал вначале. Ты доволен этой работой? Потому что зал-то был, конечно, в восторге, и люди даже некоторые прослезились. Ты доволен? Толя, знаешь, ну, во-первых, был творческий вечер, скажем так, не юбилей. Юбилей был пораньше, в августе, мы с тобой, львы. Вот. А работой я доволен, доволен, потому что она сейчас, вот уже после семи, может быть, восьми спектаклей на зрителя, она уже дает основания говорить о том, что ребята, конечно, уже окрепли, ребята уже многое могут. Они поехали вот недавно на фестиваль в Саранск и получили диплом за, специальная была номинация, как бы вот коллективное творчество, ансамбль, за ансамблевость они получили диплом. Это очень хорошо. Как раз на том этапе, когда я ставил спектакль «Овраг» в Самарской академии культуры и искусства, вот, это был третий курс тогда, они сейчас уже четвертый, тогда было самое главное сделать из них ансамбль, чтобы они работали все как единое целое. Ну, ансамбль получился, я тебе скажу. Получился, ну, состоялся. Да, состоялся, да. Сейчас мы покажем зрителям, а ты будешь комментировать с моей помощью, кадры твоей, ну, это было подготовлено к юбилею, твоей, как бы, такая фотоистория, краткая фотоистория, естественно, где есть и детство, и юность, и уже в зрелом возрасте. Жизнь вкратце. Жизнь вкратце. Итак, начинаем смотреть первый сюжет, и мы с Ладом комментируем. Итак, вот сколько тебе здесь? Здесь, вот здесь уже почти три года, да, а до этого было год и четыре месяца под елкой. Это в школе уже, 15-й. Это уже школьник, уже почти. 15-й школа на Куйбышске, кстати, легендарная. Это площадь революции, это где-то четвертый класс, по-моему, да, вот, площадь революции. Это мы, это уже пятый класс, да, пионеры. Я со знаменем там. Это седьмой класс. Первая роль. Первая роль, да? Да, да, первый роль в спектакле «Между ливнями». Это в каком театре? Это революция 1905 года, народный театр был, в ДКЖ. Это на подмостках академический театр драмы, первый курс студии Монастырского поступил, вот, как раз. Это какая роль гримируется? Это Вижейкис, спектакль «Миндаугас». Вот, как раз, да. Ты тут здесь справа, я смотрю, да? Да, князь. Ты справа, князь. Князь Вижейкис. Народный артист Засухин. Ты справа за себя. А я вон там, да, вон «Миндаугас» играл главную роль. Это первая роль в «Тюзе» в нашем, старший сын Сильва. Как долго ты в «Тюзе» проработал? Да, в общем-то, много. В общем, наверное, где-то лет семь. Это уже в армии. В армии, да. Это прямо с «Тюзу» в армию поступил. Это уже теперь жители суверенных государств. Да. А после армии ты в «Тюзе» же и вернулся, да? Да, после армии я вернулся в «Тюзе», поступил как раз в наш институт, на режиссерское отделение. Это справа, прав, самый правый там. А вот «Тюз», город Назарин. Юрий Долгих, да? Юрий Долгих, да, в центре. Игорь Данюшин вот в центре, испытательный срок, был такой спектакль интересный. А это «Серебряные копытцы» в роли «Старика Коковани». Тоже Юрий Долгих. Ты выдержал Юрий Долгих на плече, да? Да. Он легонький. Вожеватов, «Беспреданница», тоже наш самарский тюз. Сейчас он «Самарт». «Самарт», да. Да. Вот Леша Семкович, Миша Мазин рядом. Это мы выехали на гастроли как раз, Люся Гаврилова, Зимниковы. А это уже пригласили в Дальневосточный театр Краснодарного и Дальневосточного военного округа. Это Хабаровский краевой театр драмы. Нелькин. Суховы кобылины. Ваш Дальневосточный эпизод, да? Да, Дальний Восток вот тоже. Это я Форда играю, Вензорские проказницы, Хабаровский краевой театр драмы. Как долго проработали на Дальнем Востоке? Пять лет. О, солидный кусок тоже, да. Да, это вот выбор, сложная очень роль. В 29 лет играл человек, которому больше 60, Рамзина. Хорошо, значит, вот уже перед нами, буквально тут за 2,5 минуты, пробежало от самого раннего детства до Дальнего Востока. Вот в этом, в середине этого куска большого жизненного, да, как раз мы с тобой познакомились. Это было на берегу реки, это было в Шерихмете, у костра. Мы всю ночь пропели песни тогда популярные. Вот, может быть, что-нибудь мы с тобой пару аккордов сейчас. Сейчас, как рояль в кустах. Хотя бы одну какую-нибудь давай. То, что, может быть, соответствует переходу. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вот тогда была любимая наша песня. Это считался такой фильм удивительный. Земля Санникова. Земля Санникова. Такие песни. Замечательный совершенно актер. Естественно, нам хотелось петь у костра то, что мы видели на экране телевизора. Ну, вот у меня такое, опять же, предложение. Сейчас буквально без всяких затяжек. Переход опять к истории жизни. Уже это сейчас тут будут появляться знаменитые режиссеры рядом с тобой. Всемирно и всесоюзно. Давай сейчас смотрим и продолжаем комментировать. Хорошо. Смотрим. Это Ялта. Мы поехали отдыхать. Люба Альбицкая на переднем плане, да. Игорь Владимиров с моей женой Натальей Метелицей. Игорь Владимиров. Игорь Владимиров. Режиссер легенда. Легенда. Все время с книжкой ходил, Толь. Все время с книжкой, все время что-то читал. Это мы тоже вот... Это встановка на заднем плане? На заднем плане Георгий Александрович Товстаногов. Какие люди. Да. Это Академический театр драмы, встречи с героем Афганистана. Тоже все знакомые. Да. Гастроли в Санкт-Петербурге. Иванечка Морозов, Габукерт, Саянов, я. Дерево, видишь, какое большое. Это я с моим, Сенечкой Стругачевым, мы все время вместе с ними. В гримерке в нашей сидели. Были съемки какого-то фильма, я сейчас уже, честно, не помню. Знакомых артистов здесь много видно. Это Проба на Ленфильм. Это тоже пробовался в какой-то фильм, не знаю. Сейчас тяжело вспомню. Вот это что такое? Мастер и Маргарет. Это Ярославль. А, Ярославский театр, да? Да, Ярославский театр, Мастер и Маргарет. Это театр, который Пуски Палис возглавил потом, много лет спустя. Вот смотрите, тоже Мастер и Маргарета. Нет, это сам Тюз. Это я уже директор Вологодского государственного ордена, знака почета, драмтеатра. Это что-то церемония? Фестиваль открытия, фестиваль «Голоса истории», нам вручают памятные картины. А это мне вручают приз, как режиссер-постановщик спектакля «Ярослав Мудрый». Прям в Кремле все это было. Лолита Милявская приезжала. Это вот мы с ней дуэтом исполняем песню «Императрица». Это мой курс ГИТИСа при Вологодском драмтеатре. Единственный был курс, вот выпустил я. То есть ты педагогикой начал давно заниматься, собственно говоря? Я там был как директор в основном. Вот выступаю на 150-летие театра Вологодского. Нам вручают призы международные, которые... Это губернатор, наверное, да? Это мэр города. А мэр, да? Да, Александр Калягин. Сан Саныч. Союз театральных деятелей, да, поздравляет. Там вдалеке труппы. Это руководство Вологодского государственного ордена, знака почета, драмтеатра. Вот в Вологде сразу видно красиво. А это я уже директор государственного волжско-русского народного хора. Мы едем на фестиваль. Это Германия в Берлине. А это уже по Франции, Реймс. О, по Реймсу? Это в сторону Собора вы идете, наверное. Это мы идем, да. Это Дефиле. Бельгия, Брюссель. Вдалеке мальчик пишет. Мальчик известный. Известный мальчик, но маленький. Когда Сеня Стругачев приезжает, мы с ним все время встречаемся. Да, он тоже медийный, очень медийный персонаж. Да, да, это мои одноклассники. Ну, славно, славно. Вот мы, как бы, опять же, продолжили такое знакомство с твоей жизнью, твоей историей. А сейчас мы переходим к твоим эпизодам, к ролям. Я знаю, что вот в нынешнем театре, это Самарский муниципальный театр драмы «Камерная сцена», ты уже 8 лет проработал. Да. И, в принципе, я считаю, по-чемпионски, потому что за 8 лет 8 ролей. Это одна роль в год. Это очень немало, кстати, очень немало. Если учесть еще только что молодежный театр, и берется репертуар, в основном молодые работают. Да, нормально. Ну, здорово. Смотри, вот мы, как бы, уже услышали тебя живьем здесь, а сейчас эпизод будет из спектакля, изумительного. Но я там сознательно совершенно взял фрагмент, где ты со сцены, твой герой со сцены поет песню очень хорошую. Смотрим, слушаем. Какая чудесная ночь. Ее видать, лежащую на ложе, Подпевая, как будто улыбалась, Меня тихо зло, как мне казалось. Задрожав я вмиг, на дни нагнулся, Поцелуя в руку, Ее коснулся. На меня вдруг поверил Сладкий запах сиреной. Снова вспомнились вдруг Дни былом и любви. Но казалось, Все только мне казалось, Вновь коволись, Она лишь мной играла. Обманулся, Готов был с новой силой, Во мне за дворюка, Но вновь остыла. Ни любовь не ожидала, Но она и сама того не знала. От любви у меня, Но не жаждал спасения, Лишь моя любовь, Сладкий миг любви. Итак, спектакль «Натали» по Ивану Бунину, Где мой сегодняшний и любимый гость Играет Черкасова. Ты, Практически все твои роли, Я отсмотрел очень много спектаклей, Ты везде, Везде эксплуатируешь твой талант, Певца, Музыканта. Вот у тебя, Где ты обучался игре на гитаре, Например, Ты самоучка или ты что-то заканчивал? Я тебе предысторию расскажу. Я Софье Борисовне сказал, Как-то откровенно говорю, Софья Борисовна, Вот парадоксально, Всегда мечтал петь спектакли, И вот сколько у меня прошло ролей, Нигде не пел. У Петра Львовича, Только у Монастырского его отмел. И как будто бы вот она это взяла За основу, Теперь каждый спектакль, Практически процентов, наверное, 70-80, Я пою. Учился, как и все, Во дворе. Кстати, учил меня знаменитый наш Самарский гитарист Александр Воробьев. Сашка? Сашка меня учил, Мы с ним жили в параллельных... Он вот здесь был года два назад. Да, да, да. Он учил, показывал. Он первый, Потому что в 15-й школе сначала были славяне, А потом мы волжане. Легендарные славяне. Легендарная группа славяне наш. А потом волжане. Мы назывались уже волжанами. И у руководства школы не было проблем по поводу вечеров, По поводу новогодних всяких баллов. Собственный коллектив. Собственно, никого не приглашали. Поэтому это было хорошо. Учились, пели. Да, вот у Саши Воробьева. Ну, давай, может быть, опять же, Прям парочка аккордиков, Может, один куплетик, И с того времени, когда мы с тобой познакомимся, Когда Воробьев тебя учил аккордом. Говорят, что некрасиво, Некрасиво, некрасиво Отбивать девчонок у друзей своих. Это так, но ты с Алешкой Несчастлива, несчастлива, А судьба связала крепко нас троих. И так далее. Как же быть? Как быть? Замечательные песни, мелодичные. Все. Ну, тогда помнишь и Алешкина любовь, А к ней добавлялась еще Льет ли теплый дождь, падает ли снег. Ну, много тогда материала было. Почтовый ящик отрываешь. Поэтому не случайно мы с тобой Море можно петь. Всю ночь пели. Конечно. Не повторяясь ни разу. Практически. Плюс еще песни у костра, Туристические всякие. Осень, она не спросит. Так вот давай из недавнего прошлого, Ну, в историческом контексте. Это вчера, да? Для нас с тобой давно. Посмотрим фрагмент спектакля. Давняя такая история российская. Это, конечно, капитанская дочка. Пушкин. Пушкин, да. Где ты у нас? Кто? Капитан Миронов. Сам капитан Миронов. Смотрим. Павлашка, малины парни называли. Да не хочу я малину. Мне настолько лучше помогает. Я под шведа, под турку ходил. Она мне малину, малина. Голова моя, голова моя служивая, Послужила ты, головаушка, Тридцать лет еще три годика, Но не выслужила ты еще Некорысти и нерадости. Но не выслужила ты еще Некорысти и нерадости. И ни слова себе доброго, И ни ранку невысокого. Пусть деревья грустно лист Слетает от свежей, Заводлили в молку Рощи, рощи пустынной, Там тепло вдвоем, А юных днём прошедшим, Рука в руке Счастливые дни Попитать. А когда придет нам срок И навек разлучаться, Полетить свистой, Свистой печальный по небу, Я тебя найду, найду, Ведь где бы я ни был, С тобой вдвоем Небесной тиши будем плыть. Спасибо за компанию, Господа дорогие! Ну, огромное тебе спасибо, Ты опять и пел здесь. За компанию? Да, за компанию, да. Я хочу подарить тебе Несколько номеров Журналов, холдинга Леди Клуб и Губернский, Самаре Губерния. Вот здесь мои работы И в театре в том числе Почитаешь, вот. Вот мечтаю тебе тоже написать Как о давнем друге И я думаю нам в 15-м году Это удастся сделать. Ты достоин того. Да, такой год наступил, хорошо. Да, хороший, да. Спасибо, тебе огромное. Спасибо. Итак, вот ты занят в этом театре, Ты занят очень активно в этом театре. Насколько я понимаю, Ты активно работаешь, Ну, собственно, может быть, Твоя там основная работа, Ты режиссер-постановщик Знаменитого, значит, Хора. Волжский хор. Волжский хор. Государство Волжский русский Народный хор имени Петрова. Имени Милославова, да? Да, Слава. Вот в чем заключается, Чтобы люди понимали кратко, Твоя роль, Твоя работа там, В этом коллективе, Знаменитом на весь мир. Да, могу честно сказать, Раньше было побольше работы, Сейчас пришло новое руководство, У них новые видения, А раньше заключалась работа в том, Что мы делали интересные абонементы С оркестром Виртуоза Самары, Там очень много было текста, Перед тем, Как исполнялись музыкальные произведения. Надо было все это выстроить. Да, конечно. Потом я работал над сказками, Которые были необходимы С Галей Канунниковой, Заслуженной артисткой России, Ты ее хорошо знаешь, От моей сокурсницы. Мы поставили Бажова, Серебряную змейку, Очень интересный, На 50 минут музыкальный был спектакль. Потом мы делали еще композицию, Сказка о царе Салтане, Я там читал из автора, Опять с Виртуозами Самары. А с Ворским хором Много было программ, Которые приходилось даже иногда вести В качестве ведущего, В качестве конферансье На больших площадках. Оперный театр, Филармония, Новые программы разрабатывали. Много работал с ведущими, Которые ведут программы. Ну, теперь в качестве конферансье К следующему эпизоду, Опять же, подвожу. Это, опять же, Фрагменты с Капитанской дочкой. И после этого фрагмента Мы пару слов об этом Очень знаменитом, Ставшем знаменитом спектакле. Поговорим, смотрим. Хорошо. Так, учредите караулы. Ночные дозоры в оба глядите. Самое главное, Чтоб никто ничего не узнал. Крепость не единая блоха. Откройте! Откройте! Мамашка! Какой уж тебя тут заберет? Ну и зачем ты нас тогда слал, Отец родной? Что? Никаких известий Отец Герасим У меня от Коли не получал. Ну, как же ты? Если вы про Башкир цвили, Что за совещание Без нас затеяли? Мамашка, Слышь, ты, Тут дело такое. Ну, Бабы наши Задумали Печи с соломой топить. А так как через это Может случиться Большое несчастье, Я ей отдал Строгий приказ Впредь, Печи с соломой не топить. А для чего тебе было Запирать палашку, а? За что бедную девку Посадил в чулан? В комнате, Дебан Кузьмич, Думаешь, Я не знаю, Зачем ты приказал Пушку почистить? Каков пошельник? Собачий сын Этот Пугачев Что смеет нам предлагать? Выйти к нему навстречу И положить его На там знамена? Да вы столько лет Службе, Слава Богу, Всего насмотрелись. Башкирцы сказывают, Что Пугачев Пугачев уже возле крепости? Кругом гастры жгут? Ну, мамушка, Вы уже все знаете У меня в степи корова Слава, Слава Богу с мальчиком Курим францем И тут дело все будет При мне говорите Ну, что ты в самом деле? Ну, Мы сейчас башкирца Здесь пытать будем Ты хотя бы Машу бы убила Понимаешь, Башкирца, Который во звании Крепость льет Иван, Давай-ка, Прихожи принести плетей Алексея Иванович, Пусть везут башкирцы Сейчас с него Шкуру спустим Все про злодея расскажут Ой, пошли, Маша Я не охотница на розыска Счастливо оставаться Ну, что? А? Че молчишь-то? Видно, Побывал же в наших капканах Как я лета клянем Че молчишь, говорю? Не берешь по-русски, Не разумеешь? Отвечай, Кто тебя послал В нашу крепость? Отвечай, Кто сюда тебя послал? Итак, Спектакль Капитанская дочка Был удостоен Нескольких Российских Международных Премий, Наград В частности, Вот диплом Лауреата Второго Международного Театрального фестиваля Истории государства Российского Номинация называлась у вас За оригинальное Воплощение русской классики Вот Пару слов об этом фестивале Кто, где, чего Фестиваль удивительный Такой Очень Мне показалось Интересный Там Марк Розовский Участвовал У Некирских ворота Приезжали Потом приезжал Академический театр Из Владикавказа Имени Вахтангова Показал Похороните меня за Плинтусом Там Театр оперы и балета По-моему Мордовии Академический Интересный Хороший уровень И Зритель Принимал На ура И мы Были Я тебе расскажу Интересный случай Когда мы туда приехали Нам вдруг Кто-то из местных Рассказал Что Как раз на этом самом месте Где находится театр Пугачев В Кандалах Сидел и ждал этапа В Симбирске Представляешь Естественно Где вы потом Капитанскую дочку Играли Играли Это спектакль Вот на том же самом месте Где театр Мурашки по коже Мурашки по коже И об этом еще сказали Когда вручал нам Губернатор Морозов Вот эти Морозов вручал Да Награды И об этом еще раз сказали Они уже Что для них Это было очень приятно Что мы привезли Именно Капитанскую дочку Именно история В Ульяновске Они очень ее просили Очень сказали Привезите нам И вы таки привезли И мы таки привезли Отлично Давай переходим К следующему спектаклю Спектакль уже этого года Ну, в смысле 14-го Да, ну, свежего Прошедшего года Прошедшего, да Это поединок по Куприну Прекрасная также работа И Смотрим Потом обсудим Хорошо Смотрим Чемеровый солдат Что это такое, а? Я тебя спрашиваю Кто ты какой? Рядовой Ваше высотное благородие Дурак! Я спрашиваю На какой пост ты наряжен? Который лицо Часовой Непрекосновенно Не могло знать Ваше высотное благородие Кто здесь младший офицер? Я, господин полковник Подпоручик Ромашов Хорошо вы должны быть Занимаясь с людьми Хорошо? Колени вместе! Как стоите в присутствии командира? Капитан Слива Ставлю вам на вид Что ваш собак Он офицер не умеет Держать себя В присутствии полкового начальства При исполнении Служебных обязанностей Ну Собачья душа Кто твой полковой командир? Не могу знать Я тебя спрашиваю Кто твой командир полка? Ну Я Понимаешь? Я Я Я Не могу знать Мать твою Капитан Слива Извольте сейчас же Поставить этого суперного сына Под ружьем С полной выкладкой Пусти Каналик под ружьем Не могу знать А вы подпоручик А вы подпоручик все больше За вами и хвостами следите Чем за службой Да? Вальсы танцуйтесь Пойте коков читайте Это что? Солдат по вашему? Я вас спрашиваю Это солдат? Позор Это мерзение А не солдат Фамилию своего полкового командира Не знает Он господин полковник Ничего не понимает И что? Разговаривать? Молокосос Поручик позволяйте Четверо суток Домашнего ареста За непонимание Воинской дисциплины А командиру Сливе Делают строгий выговор На то что он не умеет Объяснить своим Младшим командирам Настоящих понятий О служебно долге Еще раз спасибо тебе За эту свежую работу 2014 года Тут, к сожалению, не вошла Композиция Романс Который ты как все чудесно Исполняешь Вот давай исполни Эпизод На заре ты ее не буди На заре она сладко так спит Утро дышит у ней на груди Ярко пышет На ямках Ланит Я исполняю там один куплет Когда говорю ему о том Что мы же с тобой пензенские А пензенский народ певучий И вот этот вот куплетик я пою Небольшой А потом это идет лейтмотивом Всего второго акта Вот именно это Именно, да, эта песня Ее поют ребята уже Когда у них пикник офицерский И потом, и потом Все время идет лейтмотив Песни На заре ты ее не буди Ну чудесно Я считаю вот В музыкальном смысле Такой идеальный финал Нашей передачи сегодняшней Владислав Я тебе благодарен За нашу с тобой дружбу Многолетнюю Тебе здоровья Счастья Процветания твоей семье Твоей милой супруге Твоему сыну Спасибо Как можно больше Хороших, удачных работ на театре Я тоже хочу тебя поблагодарить Во-первых, что наконец Свершилась передача Пожелать в этом наступившем году Тебе здоровья Счастья Всего наилучшего Мы теперь будем, я думаю Контачить плотно Хочется также зрителей Поздравить с наступившим Новым годом Пятнадцатым Я думаю, что Должны быть хорошие перемены Дай Бог Дай Бог Чтобы они были Ну от нас тоже зависит Конечно Надо понимать это Конечно Ну мы люди творческие Публичные Я напоминаю, что в гостях Спасибо тебе, Владислав Спасибо Напоминаю, что в гостях Сегодня у нас был Владислав Метелец Заслужен работник культуры Российской Федерации Актер Режиссер И вообще талантливый Певец Музыкант И прекрасный человек Всем счастья Процветай В наступившем году Счастья Ура 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 Продолжение следует...